Генеральный партнер проекта «Звезда караоке» сеть супермаркетов «Перекрёсток». Добрый вечер, уважаемые телезрители. Вы смотрите самый народный, самый музыкальный телепроект «Звезда караоке» на первом городском телеканале. Итак, кастинг завершен. Наставники Алексей Мальчонков и Мария Сунгурова отобрали себе в команду по 11 человек, после чего участников разделили на две команды. Сегодня, пожалуй, один из самых любимых этапов для участников, потому что они готовили определенное домашнее задание. И тематикой этой программы стали песни из кинофильмов. Так выпал жребий и открывает конкурсные задания команда Марии Сунгуровой. Ребята очень активно готовились и давайте посмотрим, как это было. Мы пришли на репетицию и нам сказали подготовить номер из кино. На самом деле, мне кажется, это прикольно. Могу сказать, что я, в общем-то, довольна своей пятеркой. Нет случайных людей. Могу для себя выделить, ну, естественно, мальчика, единственного, который у нас в пятерке, это Вадим. Очень ответственно он подошел к выбору песни. Будет зажигательный трек. И никому на свете грусти не выдавай. И пошел сюда вперед. Новая встреча, лучшие. Я единственный парень в этой пятерке. Я думаю, это мое преимущество в данном случае. Хотя, в принципе, конкуренции я, наверное, не боюсь, даже если был не один. Покажем, зажжем. Все в лучшем виде, постараемся. Проблема возникла только с выбором репертуара. Самая молодая участница проекта – это Анися. У меня есть талант, у меня есть внешность, у меня есть харизма. У меня есть все. И независимо от того, какое место займу, выиграю ли я, для меня главное – это победить в жизни. То есть стать артистом. В конце сегодняшнего выпуска всего три человека из команды Марии Сунгуровой пройдут дальше. Выбирать ей придется самостоятельно, но помогать ей в принятии этих решений будет наше многоуважаемое жюри. Да, главный конкурент, но и при этом главный советник Марии сегодня станет наш второй наставник, продюсер, композитор, аранжировщик и директор продюсерского центра «Дарпродакшн» Алексей Мальчонко. Все регалии, достоинства и званий Марии Сунгуровой мы уже слышали, но позвольте повториться. Певица, продюсер и наставник сегодняшней выступающей команды Мария Сунгурова! А также каждую программу мы приглашаем в гости третьего члена жюри. Это либо известный исполнитель, либо блогер, либо просто такая приятная медийная личность Нижнего Новгорода. И сегодня у нас в гостях восхитительная, очаровательная певица, ведущая Татьяна Першина! По традиции Надежда Рожнова отправилась в комнату ожидания, чтобы поддержать участников перед их выступлениями. Кажется, пора начинать. Итак, дамы и господа, пришло время первого участника подняться на сцену и исполнить одну из легендарных песен из не менее легендарного нашумевшего кинофильма «50 оттенков серого» «Love me like you do». И мы встречаем на этой сцене Оксану Корж! Оксану Корж! Оiv, Господи! Вуу, это 50 оттенков серого, кажется сейчас будет жарко. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Моё мнение, но понятно у тебя есть наставник, который тебе всё скажет. Это то, что вот я почувствую, увидел со стороны. Но спасибо тебе. Ты молодец. Хорошо. Спасибо вам. Я у вас впервые. Спасибо, что пригласили. На самом деле, знаете, мне в принципе понравилось, но я не знаю, что за манера у нас. У певцов петь, ну я, конечно, очень сильно извиняюсь, покошачьи. Такой голос крутой. Зачем? Зачем? Вот Маш, ты согласна, нет? Я имею в виду, вот есть у тебя красивый свой голос, твой личный. Зачем вытягивать манеру, но она тебе не идёт. И в этой песне вот это вот... Это не надо вообще, мне кажется. Я могу немножко поспорить. Манера исполнения полностью Оксанина. Я слышала множество песен в её исполнении. Это её фишки. Это её мелизматика полностью, которая с годами профессионального исполнения приобреталась. И сегодня, по-моему, Оксана выступила отлично. Ко мне уже спешит вторая участница. Беги ко мне, иди, 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 иди. Какая ты красивуля, да, почему ты в таком образе? А я играю героиню из мультфильма. Какого? Храброе сердце. Во, у тебя даже лук есть со мной и стрелы. Давай договоримся, если вдруг они тебя не пропустят, ты не будешь никого убивать, пожалуйста. До в них пор мы живём здесь, на земле полной тайн и опасностей. Меня зовут Мерита. Я старшая из потомков клана Донброк. И за свою руку я поборюсь сама. Субтитры сделал DimaTorzok На самом деле я очень уважительно отношусь к таким участникам, которые продумывают весь номер до мелочей. Вы только посмотрите, и лук, и стрелы, и костюм, и вообще визуально похожи. Ну молодец же. Вот я считаю, что такие старания нужно поощрять. Тёмные чащи, да не бродят, но раз высоко глядят. Теркала озёр и страны, веки давние хранят. О, мир других историй, но они не для меня. На душе бушует море, и глаза полы огня. Даня сил, птицы знать, небо крыльями обнять. Птицы знать, честь у них нам зажискать. Молодец, молодец. Мне было непонятно, что вы начали петь на русском, потому что я не знаю, в чём дело. Вроде или дикция, нормальный звук. Я слова не понял вообще, что было на русском. Вот. И, соответственно, я прекрасно знаю этот мультик, и не раз его смотрел. Но, на мой взгляд, всё-таки мне вот ещё хотелось бы, чтобы вы чуть дожали по актёрке. Я понимаю, о чём вы говорите, на самом деле. Если бы у меня было чуть больше времени на подготовку, я бы, конечно, дожала. Но недели, к сожалению, очень мало. Катенька, это звезда караоке. Это потрясающий проект, где всё делается за недельку, понимаете? Поэтому здесь нужно максимально выкладываться. Потому что, действительно, на телевизионных шоу, да, в принципе, так и происходит. Всё идёт достаточно динамично. Катя, ну, круто, на самом деле, мне понравилось. Синий цвет, вот эта вот кбура, а что это такое кожаное. Но она же храбрая сердцем. Я, если закрою глаза, то я слышу, как будто у меня золушка, у неё птички поют. Всё, конечно, примерно так оно и есть. Но храбрая сердцем, она же храбрая сердцем. Где-то у неё есть такая смелость, что она говорит, раз, и я здесь. Я появилась, смотрите на меня все. Но такого я чуть-чуть не услышала. Но было классно. Ну, я не знаю, коллеги, почему не хватило актёрского, возможно, в самой песне. Но в начале Катя безумно старалась и отлично подготовилась. Она подобрала образ, да, все это отметили. И в отношении золушки, я хочу тоже защитить Катю и поспорить, тембральный окрас был практически один в один снят с оригинала в фильме. Дамы и господа, легендарные песни, которые пели во всех дворах под гитарой и не только. Мечта сбывается. На сцене Вадим Шивцев. Если любовь не сбудется, Ты поступай, как хочется. И никому на свете Грусти не выдавай. Новая встреча, лучшие Средства от одиночества. Но и о том, что было, Помни и не забывай. Мечта сбывается. И не сбывается. Любовь приходит нам. Порой не так. Но всё хорошее Не забывается. А всё хорошее И есть мечта. Пусть о любви нечаянно Кто-то сказать осмелится. Если поверишь в это, Сердце не закрывай. Сердце необитаемо Снова любовь поселится. Но и о том, что было, Помни и не забывай. Мечта сбывается. И не сбывается. Любовь приходит нам. Порой не так. Но всё хорошее Не забывается. А всё хорошее И есть мечта. Ну, честно скажу, Динамика, энергетика Мне понравилась. Ну, прям нормально. Вообще качал. Качал, зажёг. То есть, как бы здесь Без вопросов. Я говорю, единственное только, что Да, мне показалось, Что сонарности немножко есть. Вот, чуть-чуть. Но, не знаю, Маша, наверное, что-то скажет И опровергнет. Да? А может быть, я просто послушаю Без микрофона тебя. И мы потом с ней ещё и поспорим За кулисами. Я никаких заиканий не услышала. Всё ровненько, Интонировал хорошо. По дыханию И вообще никаких вопросов нет. Дикционно всё понятно. По вокальному мастерству Всё, я бы пятёрку поставила. Молодец. Спасибо. А десерт? Пойду в перекрёсток. Нет, я схожу отдохни. Как отдыхать, так сразу я. Ну, с сыном. Я тоже пойду. Ну, ещё бы. В перекрёстке рядом с вами Много всего за всего ничего. Перекрёсток. Ещё бы. Уже 10 лет мы заботимся О вашем комфорте. Мебель ФСК. Звоните и заказывайте. 413-33-51 Ботильоны или сапоги? А может быть, всё сразу? Модные осенние новинки Уже ждут тебя в сети обувных салонов Гранд Гудини. Поспеши за своей обновкой. Ищи Гранд Гудини в торговых центрах. Дамы и господа, следующая песня из кинофильма «Юность Максима». «Шар голубой» исполняет Надежда Арзамасцева. По мне, это самая очаровательная участница. Она покорила, конечно, нас всех на кастинге, но больше всего меня радует её группа поддержки. Они скоро к нам сюда придут, И я вам их покажу. Они такие милые! Крутится, вертится, шар голубой. Крутится, вертится над головой. Крутится, вертится, хочет упасть. Кавалер барышня хочет украсть. Крутится, вертится, хочет упасть. Кавалер барышню хочет украсть Где эта улица, где этот дом Где эта барышня, что ты влюблён Вот эта улица, вот этот дом Вот эта барышня, что ты влюблён Вот эта улица, вот этот дом Вот эта барышня, что ты влюблён На мой взгляд, это не очень удачный выбор песни для вас. Не очень удачный. Я точно уверен, что вы могли бы лучше что-то выбрать и что-то лучше спеть. Так что удачи вам желаю. Спасибо. Ваш наставник вам все скажет. Мне понравилась рука на бок, шляпа. Мне понравился образ. Очень харизматичный. Потому что сейчас пахло частушками. Ну, какое-то немножко такое нестильно. Хотелось более современно, а получилось чуть-чуть наоборот. Вот если бы медленнее было бы красиво. Крутится, вертится и так далее. Крутится, вертится над головой. Крутится, вертится, хочет упасть. И тембр-то поменялся. Вот и оно. Здесь и полилась песня, и полилась. Как номер это было неинтересно. Смотреть было неинтересно. То, о чем мы с вами говорили, да, характер нести. Хоп глазки посмотрела вниз немножечко. Ручку тут, да. Там стрельнула в кого-то. Шляпку, да, такая вся. Ну, вот этого, конечно, в этой песне было излишнее. К той композиции это бы подошло. Ну, жюри, конечно, было немного предвзятым, потому что наша надежда, она самая яркая, оригинальная, колоритная и неповторимая. Дамы и господа, завершает пятерку исполнителей одна из самых юных участниц этого телепроекта. Дамы и господа, песня из кинофильма «50 оттенков свободы». На этой сцене мы встречаем «Онися». Дамы и господа, песня из кинофильма «50 оттенков свободы» Дамы и господа, песня из кинофильма «50 оттенков свободы» Дамы и господа, песня из кинофильма «50 оттенков свободы» Дамы и господа, песня из кинофильма «50 оттенков свободы» Значит, одна программа и сразу два номера из кинофильма про «50 оттенков» и вот этого всего-всего-всего. Вот скажите мне, пожалуйста, а где «Электроник», где «Ирония судьбы», «Петров и Васечкин», где вот эти наши любимые фильмы все, а? Зачем человеку каникулы? Песня вообще сырая. Она вообще не пета просто, потому что голос не сидит в песне, понимаешь? У тебя есть милизма, но у тебя там отклонение четверть-полтон, я всегда к этому придираюсь. К исполнителям, которые выходят петь песню на звезде караоке, то есть я всегда говорю, это ошибка многих, мне не важно, три дня ты ее учишь, два часа или двадцать дней, на сцене она должна звучать. У нас в этом этапе конкурса была задача показать, что Анися может исполнять и динамичные композиции в том числе, потому что на дворочном туре это было, ну, такая лирическая, да, и, если честно, это было достаточно сложно, потому что данный исполнитель в основном в своем репертуаре имеет именно такого характера композиции. С динамики практически ничего не было, и это было, поверьте мне, самое динамичное и самое быстрое вообще, что она мне предложила. Образ Елены Гомес по возрасту подходит, хотите динамику, пожалуйста, Елена Гомес, она игривая, она молодая, она яркая, она юная, вот то, что тебе есть, надо максимально вот обертку убирать и показывать, на, берите, я тут самая молодая, хотите шоу, я пошла. Ну что ты, котик, расстроена, не расстроилась? Нет, я понимаю, что я должна работать, я в любом случае добьюсь своего, я стану певицей, все будет хорошо. Хочу сказать, что задача сложная, да, потому что они все мои, и уже все так приросли ко мне, природнились, и выбрать действительно сложно. Но правильно сказал Леша, конкурс есть конкурс. Я на самом деле не ожидала, что мне придется делать выбор, от этого еще сложнее. Но с точки зрения номера, если оценивать в целом номер каждого из исполнителей, могу выделить троих сильных участников, которые пройдут в следующий тур. Итак, в следующий этап конкурса проходит Вадим. Поздравляю. Мне всего хватило, тебя тоже хватило, все отлично, будем делать шоу дальше. Следующий участник, который проходит в следующий тур. Оксана Корж. Ну и третий участник, которого я возьму с собой в следующий этап конкурса, это Екатерина Леведева. Дамы и господа, наставник Мария Сунгурова определила тройку участников, которые проходят в следующий этап. Но помните, что победитель будет всего один. И всего один человек получит 10 соток земли. И запись авторской песни у Алексея Мальчонкова. Ну а мы с вами прощаемся совсем ненадолго, потому что в следующий раз свое выступление покажет нам команда Алексея Мальчонкова. Думаю, будет жарко! Генеральный партнер проекта «Звезда караоке» – девелоперская компания «Новая Константинова». А десерт? Пойду в перекресток. Нет, я схожу отдохни. Как отдыхать, так сразу я. Ну, с сыном. Я тоже пойду. Ну еще бы! В перекрестке рядом с вами много всего за всего ничего. Перекресток. Еще бы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!